Добрый день, дорогие друзья! Вас приветствует магазин Камуфляшбай. Сегодня мы делаем вторую часть по куртке Трупер. Вы увидите в ней два теста. Один опять-таки животный, второй мы попробуем создать ветровую среду такую, чтобы определить и показать ее все-таки основной критерий это ветрозащита, это сохранение тепла, это вот такой уверенный внешний слой, который позволит в комбинации с первым и вторым слоем одежды поддерживать тепловой баланс и чувствовать себя комфортно в различных условиях. Куртка Трупер Хеликон Текс, я напоминаю, вот показываю вам еще разбилочки. Что они из себя представляют? Вы видите, это в основном состав нейрона, несколько процентов спандекса. Вот мы видим, что производитель здесь обозначил на цветном изображении, вы видите, это сохранение теплового баланса, это возможности теплоотвода, пароотвода, кто как раз называет или как народе называют дышащий эффект и это первичная защита от влаги. Значит, в первом случае я вам рассказал, показал и посмотрели, как у меня промокла куртка. Я объяснил, почему я два года носил. Сегодня я взял куртку, которая имеет более свежую обработку. Софтшелл мы можем за ним ухаживать, помимо стандартной, скажем так, бытовой химии, можем также обрабатывать ее дополнительно слоем, слоем защиты, специально для софтшелла, созданный. Он существует в нескольких видах, где-то в аннотациях можно прочитать, что его добавляют в стиральную машину. Там через процесс стирки происходит, скажем так, насыщение, обработка слоев софтшелла. Дальняя куртка Трупер, вот, в инструкциях, наверное, по обработке нигде особо не сказано, поэтому я воспользуюсь моментом, чтобы у вас не было пробелов в этом отношении, и ее лучше обрабатывать спреем, эффектом спрея. Обработать, дать просохнуть, и все. Через стиральную машину, через стирку лучше этого не делать. И, естественно, обрабатывать наружный слой, не внутренний, а наружный, потому что мы помним, что один изнутри, если рассмотреть микроскопом, внимательно мы это рассказывали в первом нашем отделе, когда о софтшеле конкретно говорили, здесь имеются некое такие воросинки, частицы, как у паучка, лапках, которые выполняют свою функцию. Поэтому основная нагрузка у нас снаружи, значит, это средство мы и спреем обрабатываем. Обрабатываем спреем, оно спокойно у нас просохнет там некоторое время и дальше, и оно опять имеет свою устойчивость к осадкам, к влаге. Значит, вот это более-менее обработанная куртка. Сейчас я открою воду, и мы посмотрим, что собой представляет куртка-труппер слой софтшел данного вида при действующей обработке. Итак, все будет стандартно, как и в первый раз. Я и на этот раз на себя одевать не буду, а просто вам покажу, значит, как работает все. Ну вот, рукава. Думаю, это достаточно. Вот. Сейчас вот при колбе или еще что-то мы когда идем, у нас играет на нас одежда, можно так сказать, и, соответственно, идет, как эффект лебедя, я называю, шпират, страхивание, страхивание всей этой влаги. Мы сейчас перевернем и посмотрим. Первый раз мы помним, когда мы перевернули, что мы видели. В этот раз я переворачиваю и думаю, что тут не надо никаких салфеток, ничего. Вы видите, что все, в принципе, осталось в прежнем равновесном состоянии, а абсолютно в сухом варианте. Ну и вот такое состояние внешне-наружного слоя. Помните, мы всегда рассказываем о том товаре, с которым работаем, стараемся выделить все нюансы и что в нем есть хорошего, что есть плохого. В этом наш конек, мы опираемся на ваши советы. Многие, значит, рекомендации, которые вы видите в наших обзорах, это снятые по просьбам, прежде всего, вашим. Поэтому любого рода полезная информация для нашего общего дела, мы всегда на нее отвлекаемся и работаем только для вас. Рассказываем только правду. Итак, следующий мы посмотрим ветра тест. Ну, дорогие друзья, теперь в продолжении нашего испытания воды. Маленький, небольшой воздушный ветровый тест через свой soft shell куртки Trooper. К сожалению, приносим свои извинения, в каком отношении. Мы хотели более мощно так испытать ее. Прибор, который подметает, выдувает листья, где мощный такой напор воздуха у нас вышел из строя. Просто, ну, мы хотели так вот мощно показать. Поэтому воспользуемся бытовым феном. В принципе, я думаю, этого частично достаточно будет показать, ну, назначение. Вот я, чтобы было понятно, мы знаем, что наше пламя свечи, оно всегда нам покажет направление воздуха. Его хочем мы обмануть или нет, хотим или не хотим. Правда, у нас, наверное, где-то сквознячок есть. А может и... Ну, подождем. Вот сейчас успокоюсь свеча. То есть, насколько она хорошо, оперативно... Ну, небольшой наклончик, мы его запомним, что он существует. Вот, показывает оттуда, что у нас ветерок. Вот я вам просто включу немножко фен, чтобы вы видели чуть-чуть мгновенное легкое движение. И свеча тут же отреагировала. Зажгу по новой. И возьму в помощь эту курточку, в данном случае капюшон, нам удобнее будет, выверну его. Это будет сторона, которая наша наружная, это, естественно, внутренняя. Сейчас одену фен, сделаем чуть-чуть такую воздушную подушку и дадим максимальный третий режим. Я поднесу к пламени. Посмотрим, что будет. Поменяет оно, как или нет, свое это назначение. И насколько быстро сработает реле у фена, чтобы мы могли понимать, насколько сильная или слабая ветрозащита. Ну, давайте посмотрим, что выйдет. Все. Вот смотрите, свеча, она продолжает так же наклоняться. Помним мы про сквознячок, который был. То есть, мы видели, что, исходя из тех ситуаций, в которых мы сделаем съемку, свеча никак, пламя свечи никак не отреагировало. И просто фен не смог работать в этой курбке. Вот, Philips 1200 ватт не смог работать, потому что мгновенно происходит нагрев внутри свечи, внутри фена, реле. Это говорит о том, что все-таки этот материал, основное его значение – это ветер. Это защита от ветра. Это то, что он быстро сохнет. Это то, что он дополняет, комбинирует очень хорошо с сочетанием различного слоя термобелья. Если мы правильно умеем, я думаю, мы уже теперь научились правильно использовать вот эту куртку Softshell, именно этого варианта Softshell, потому что Softshell бывает разный, об этом мы еще тоже вернемся. Не обязательно он будет такого вида, как вот мы сейчас видим. Мы обязательно будем испытывать удовлетворение теми вещами, удовольствие они нам будут приносить, с которыми мы пользуемся, с которыми мы работаем. Помню, что просто так в экипировку тактического снаряжения не было бы включена вот эта куртка, если бы в ней было все так просто. и, ну, скажем так, не было никаких-то достоинств. Просто бы не состоялась эта модель такой, как она есть на сегодняшний день. Спасибо, ждем вас по-прежнему. Мы с вами рассказываем только правду. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова